На мусорных площадках города и области вместе с новыми синими баками стали появляться еще одни контейнеры. Они предназначены для сбора пластика. К 2020 году в регионах должны приступить к сортировке твердых коммунальных отходов. Ульяновская область в этом плане пошла на опережение. В частности, регоператор номер один уже приучает население к раздельному сбору мусора. Одними из первых контейнеры для вторичных отходов установили в Цельнинском районе. За вторсырьем в Цельнинском районе приезжают два раза в неделю. Дальше больше, как обещают региональные операторы. Пока это все в рамках эксперимента. Кстати, контейнеры от пластик можно распознать сразу. Они сетчатые. На данный момент расставлено уже более 50 контейнеров. Мы планируем до конца весенних, до конца мая увеличить этот объем вдвое. И для этого специальный выделен маршрут, мы его называем зеленый маршрут, когда едет отдельный мусоровоз и собирает только вторичное сырье. Мусоровозы пока остаются те же. Чтобы зеленый маршрут отличался от обычного, перед рейсом на борт спецтехники крепится большая магнитная наклейка с надписью «Поехал за вторсырьем». Мусорная реформа вступила в силу 1 января и вот-вот перешагнет рубеж в 100 дней. Естественно, не без нареканий. Но положительная динамика за первый квартал работы региональных операторов есть. Сегодняшний день мы смогли нейтрализовать практически все проблемы, которые касались нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов. Исключение у нас на сегодняшний день составляют два муниципальных образования. Это Сенгелеевский и Теренгульский районы. Все четыре мусоросортировочных комплекса у региональных операторов работают. По первой и четвертой зоне мусоросортировочные комплексы обеспечивают эффективную очистку и уже сегодня укладываются в те прогнозные показатели, которые поставлены. Это от 18 до 22 процентов объема обработанных отходов. Сегодня Ульяновская область разделена на пять зон. В четырех из них функционируют региональные операторы. Вопрос по пятой зоне, куда входят Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, Паловский, Радищевский и Старокулаткинский районы, пока остается открыто. Во время конкурсных отборов никто из организаций по переработке ТКО не изъявил желание стать региональным оператором. Поэтому мусор в районах собирают по старым порядкам. Но, как утверждают Минприроды, ненадолго. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.